МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семьи итальянские. И немецкие очень заинтересованы в том, чтобы дети наши жили на своей родной земле, чтобы они имели свое дело, чтобы здесь развивались. Начинается все с тех, кто оздоровлялся у них. Ну, понятно, что оздоровлялся один, а на предприятии будет работать не один. Поэтому, конечно же, вот это вот вовлечение молодежи в эти новые проекты, конечно, это будет очень существенно. Протягиваем выпуск. На кондитерской фабрице «Спартак» завершенный черговый этап модернизации. Вытворчаймогутности предприемства пополнил новый вафельный цех. Проект каштавал около 10 миллионов евро и был реализованный сгодно за инвестиционным договором по меж открытым акционерным товариствам и гомельским «Мабл Маконкамам». Полностью автоматизованная линия дозволяя повеличить объемы вытворчатей и снизить себе кошт продукции. В новом цеху начали выпуск нового вида вафляв. На предприемстве шакают, что попыт на их будет высоким как на внутреннем, так и на внешних рынках. Вафляв у адрозненней от шоколадных цукерок запотребованный продукт на протягу сягу года. А тому працует новая вытворчат с полной загрузкой. Термин окупности проекта «Калятрок» с половой годов. В областном центре активно развивается долевое будовництво жилья. Летость таким способом на бытя уластной квартиры скоростались свыше тысячи человек. Темпы по объемам забудовли гомельских микрорайонов все лето так само снижать не сбираются. Где в этом году появятся новые домы, доведалась Марина Северянова. Накольки активно все лето будет продаж квартиры, по кульс прогнозовать складанам. Але, як плануется, новая будовля в этом году появится во всех микрорайонах Гомеля. Так, зараз почался прием документов на удел у долевом будовництве дому по улице Барыкина. А кроме того, будовля протягнется у 94-96 микрорайонах шведской горцы по улицах Докутовича, Волотовской, Кирова. А так само на территории Волотовы. Есть два пятна в Волотове. Вот первый, первый в микрорайоне 20-я. Дом в широком шаге, интересный фасад, широкий шаг и удобные планировки, достаточно невысокая стоимость. Но мы планируем его в этом году начать тоже. Не знаем, как с обводом. Как-то, возможно, ввод будет первый квартал 2017-го года, но мы его начнем в этом году. Першим побудовать новый дом Управление капитального будовництва Гомельского гарвы Канкама на сайте метр.бай проводит так званный пилотный агляд. Указывается место знаходжения будучего дома, его тип, некоторые иншие характеристики. И проводится интерактивное опытание. Яно утрымливая некольки пунктов. Наприклад, потенциальным покупникам квартир пропануется отказать на питание, який кошт яны готовы заплатить за квадратный метр жилья. Какое количество квартир, по какой цене и какие площади, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, люди хотят там видеть. Соответственно, первое, что мы меряем, это вообще спрос людей. По количеству опросов, по количеству проголосовавших мы видим, насколько мы востребуем на жилье в этом районе, в этом пятне, и вообще стоит ли туда, грубо говоря, вкладывать деньги. Особливостью политики Гомельского управления капитального будовництва снявляется и утрымливание минимально махчимых цен за квадратный метр. Зразумело, рост курсу доллара уплывая на кошт будовницших материалов. Але, по словах Александра Колесникова, важно не допустить резкого подорожания квартир у новобудовлях. Цены, ну, конечно, будут расти, потому что они привязаны все-таки в себестоимости, то сырье, которое мы закупаем, газ, нефть, как бы это все в долларом эквиваленте. Соответственно, если наш курс доллар растет, себестоимость продукции, себестоимость, я подчеркиваю, она возрастает. Но в то же самое время мы понимаем, что есть, конечно, потребитель, у которого зарплата в белорусских рублях, и, ну, как бы никуда не деваться не будешь, им деньги просто неоткуда будет взять, если мы будем цены повышать. Поэтому мы, ну, работаем над себестоимостью, работаем с проектными решениями, работаем над рентабельностью, чтобы цены сохранились. Пока сильного скачка мы не наблюдаем. То есть та цена, которая держалась вот в начале года на уровне 9 миллионов рублей, в 59-м микрорайоне, мы сейчас так ее и оставили, и даже снизили. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сельские советы Гомельской области почали работу по удокладнению списа у старого жилья, якое подлягает взносу. Вызволенные таким чином земли будут спередать зены сельско-господаршим предприемствам ТИУ Лясный фонд. Наведению парадку на земли повышенная увага надается уже не первый год, а лея сиолита у районах планують выканать работы, об яких ранее только марали. Олег Сентюров наведал на Раулянский край. Сегодня, бэдай, основные работы у сэнси добропарадкования препадаются на расчистку снегу, а лея пройдет зусим не шмат часу, и мы займемся уборкой сметя, якое засталося после зябы, и посадкой кветок. Угод культуры без культуры на земли нияк не обойстись. Улица Садовая у агрогородку Галочицы на Раулянского района соправдает, поведая свои назвы, гэта зараз под снегом нелега ценить усёй яе прыгажосе, а весной, практично, каля усих домов, заявятся кветки. Головное захопление Аллы Беразовской – ружи. Кажа, что регулярно читает специализованную литературу и сама проводит некие опыты. Сегодня на подворку некаких атонков руж, а ле жанчина марать вырастить так званую штамбовую ружу. У белорусских садах яна пакуль редкость, хаць и ничица сярод гэтак кветок своей саблевой аристократкой. Хочу попробовать вырастить штамбовую розу. Я много читала в литературе, в интернете тоже видела, читала. А вот хочу попробовать сама. Роза царица святов, поэтому нравится. Агрогородок Голочицы вядомый перш за все майонком панов горватов, значная частка, якого заховался до нашего часу. Як и пейзажный парк, закладенный еще у першой полови 19-го ста годзем, мара местовых органов улады, якая вельми махчима реализуется в год культуры, привезти его у належный стан. За одночасовым обновлением водной системы с островов и сажалок, хоть наводить парадок на земли у Голоческом сельском совете, все это будут не только на территории буровой панской садзибы. Зараз тут удоклоняются списы старых нежилых домов, якие необходно знести. Некоторые из их давно псуют вязковый пейзаж, але их уладальники не давали сгоду на утилизацию. После принятия судового грошения, гэтые перешкоды ликвидованные, земли, якие вызволятся после взносу таких побудов, передадуть сельско-господаршим предприемствам, те у лесный фонд. После того, как проходит процедура судов, дома передаются на баланс сельского совета, принимаются соответствующие решения, а именно снос данных домовладений. И так за 2015 год у нас было принято 102 решения и, соответственно, снесено 102 дома. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» на Равлянский район. До инших тем. Минулый год для Беларуси стал рекордным по колькости новонародженных. Дарышу Гомельска в области взрывень наражальности в пыльне нарасти опошние 12 годов. Ганна Ковалева протягнет эмо. У минулого года в регионе заявилось на свет 18 539 новонародженных. Это на 209 детей больше, чем у 2014. Такую тенденцию медики отзначают с 2002 года. Зараз коэффициент наражальности складает 12,9. Самые высокие показчики у Гомеля, Жловине, Мазары и Нароле. Тут у першиню за опошние годы отзначены натуральный пророст насильництва. Такие успехи возможны благодаря совершенствованию службы планирования семьи, пренатальной диагностике, охраны материнства и детства. Это комплекс мероприятий, который обеспечивает сохранение здоровья и жизни матери и ребенку. Рост народженностей в области повплывал и на показчик натурального смешения насильництва. За минулый год их эта лечба снизилась и в три с половой разы. Радует изнижение в графе абсолютная колькость абортов. Дякуючу психологичному консультированию в Гомельской области в минулом году удалось заховать свыше 300 пешесной нежаданных тяжарностью. Показатель младенческой смертности в Гомельской области стабилизирован на уровне 3,2 промиллей. По уровню перинатальных потерь мы достигли показателей развитых стран. Большие надежды по снижению детской заболеваемости мы возлагаем на строительство Гомельской областной детской больницы. И то, что идет в проекте на ближайшие 5-6 лет. Это будет многопрофильное здание, оно идет на стадии проектирования здания. Мощность койки будет на 538 койок. Иснувшая областная детячая клиничная больница уже не может полностью забеспечить потребности Гомельщины. У новой будут выкористовывать самое сучастное медицинское обсталевание и технологии. У целом все лето продолжится оптимизация допомоги женщинам подчас тяжарности, родов и упасляродовый период. Своё дальнейшее развитие отримают седопоможные репродуктивные технологии, накерованные на периодоле небесплудности. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». Узровень захворуемости на вострые респираторные вирусные инфекции и гриппу Гомеля не жесть за прогнозный покажек на 18%. Об этом поведомиму подчас брифингу у Гомельским гарвы конками Галунный державный санитарный урач города Миколай Рубан. За минулый тыдень до медиков звернулось крыху больше за 5 тысяч захворылых, больше з'их – дети. Назираются невеликие рост захворываемости. Однако все равно покажеки ниже, чем у минулом годе. Максим Савин протягне. Эпидемичная ситуация не выкликая заклопоченности. Усё по сезону. По словах медиков, зараз у Гомеля циркулюют негриппозные вирусы, які выкликають в острые респираторные захворывания. Зарегистрованы только один выпадок захворывания на грипп. Серьезных ускладнений у пасля ВРЗ так само не зарегистровано. В ближайший час медики чекают росту колькости захворылых. Максимальные уровни заболеваемости мы и планируем на первую декаду февраля. Учитывая, какой будет прогноз, то небольшой подъем заболеваемости может быть. До росту колькости захворылых на ВРЗ у Гомеля готовы. У аптеках есть у необходных объемах ассортименте медпрепараты. На пире эту з дыму городские поликлиники будут працавать и в неделю. Однако серьезные эпидемии всё ровно не шокают. По сбегнуте её дозволить массовая вакцинация. При шепке от гриппу зарабила боль за 40% насельництва. Политика в нашем государстве идёт на то, чтобы предупредить развитие этой заболеваемости. Потому что 1 рубль, вложенный в вакцину, экономит 15 рублей, которые теряет государство на каждом случае заболевшим. При шепке, при шепке, однако медики всё ж таки раят займаться профилактикой, не переохолодживаться, позбегать шматлюдных мест, а упритрымливаться элементарных гигиеничных правил. Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». На открытом Кубку Республики Беларусь по чарлідингу, який проходил в Минску, первое место в номинации «Груповый старт» заняла команда юниора у Гомельского клуба «Грейс». Они ждали серебряными призерами у командного выступления. З уладальниками Кубка сострелася Святлана Князева. Мы соперникам бодрим, силу «Грейс» покажем им выше, легче и быстрей Кубок наш не робей! Гомельский клуб «Грейс» ярко демонструет. Чарлідинг, який починався с поднимки спортивных команд под час поборництва, сегодня самостойный вид спорта. Он включает у себя скандирование, скачки, танцы, акробатичные и гимнастичные элементы, поднимки и пирамиды. На опошнем Кубку Украины по чарлідингу клуб «Грейс» выдатно проявил себе у номинации «Чир», где спортсмены выконвают акробатичные скачки и будуют пирамиды запальной хореографии. У вогле клуб иснует с 2009 года. У им займаются дорослые и юниорские составы. У юниорскую команду у выходят 17 человек, 3 хлопцы и 14 девчат. Этот состав займается усяго с восени минулого года, але на его рахунку уже 4 Кубки. Работа, работа, еще раз работа. Наши ребята действительно молодцы. Если бы не они, я думаю, Кубков бы у нас не было. Команда клуба «Грейс» двойчий чемпион у Сходней Европы. В 2011 году она стала первой командой от Беларуси, которая приняла удел в чемпионате Европы и заняла первое место. Самым же великим достигнением тут лечат перемогу у Европейской континентальной лизе, которая в минулом году проводилась у Першиню. Сегодня «Грейс» лепшая жанучая команда по чарлидингу у Европе. Зараз команда «Грейс» у парта протягивает реставаться до наступных стартов. Ближайшая з них с поборництвы у республиканской лизе по чарлидингу, якая пройдет 21 лютого у Минску. А так само 5-го и 6-го сакавика у Гомеле у открытым турниры по чарлидингу Кубок Полесия 2016. До речи, у вересня минулого года по инициативе Федерации чарлидинга и препотримцей Министерства Адукации была организована Республиканская Лига чарлидингу. У ее программе три этапы подрыхтолки и проведения. Первые прошли уже бесплатные семинары для всех, кто занимается чарлидингом, преподавателей, тренеров, чтобы знали о правилах соревнований. Второй этап – это региональные соревнования. Приглашаем всех на Кубок в Полесье 6 марта дворец легкой атлетики в городе Гомеля. Это будет областной тур Республиканской Лиги чарлидинга. Ну и последний финальный пройдет в Минске 4 апреля. Светлана Князева, Валерия Гапанько, телерадио-компания Гомель. Новые регионы, информацию о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усього доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова